Люди просто не обращаются и все. Я думаю, что здесь намного больше, чем 40 человек по трекам. Я думаю, в разы больше. Просто масштаб огромен на самом деле. Силова Танасырова и Дмитрия Чижа объединяет одна проблема. Что у одного, что и у другого заказанные через интернет посылки попросту не дошли. А вот трек, который показывает их местонахождение, говорит об обратном. Я написал заявление в Почту России с просьбой найти мою посылку, но не стал ждать ответа, решил сразу начать активно действовать. Потому что увидел на тех же форумах ответы нашей Почты России. Это просто шаблонные ответы, что да, мы будем вашу посылку искать и ждите около 90 дней. Если Дмитрий Чиж не может дождаться своей посылки, то Силова Танасыров свою дорогостоящую посылку получил, однако не нашел содержимого в коробке. Я заказывал также телефон, посылка все-таки, этот злочастный сортировочный центр миновала, пришла в пункт выдачи, в пункт выдачи я получил ее, но там был недовес, вскрыли посылку в присутствии начальника почты, телефон внутри не оказался. Да, был составлен акт о том, что посылка была вскрыта где-то в пути, в дороге, не знаю. Подобных случаев, по словам Дмитрия и Салавата, в Казани большое количество. Молодые люди ежедневно общаются на различных форумах с такими же обманутыми получателями, но разобраться и решить их проблему никто не может. Представители Почты России от комментариев на камеру сегодня отказались, однако рассказали, что отделение, через которое проходят все посылки в Татарстан, новое и работает в тестовом режиме. И сказать, когда там наведут порядок, сегодня представители Почты так и не смогли. Андрей Трофимов, Роман Фенин, Телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.